Добрый день! Мы рады приветствовать вас на брифинге службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана. И сегодня мы продолжаем цикл брифингов, посвященных вопросам интеграции. О перспективах и возможностях отечественного агропромышленного бизнеса в интеграционных процессах нам расскажут представители Национальной палаты предпринимателей. Секретарь комитета агропромышленного комплекса Национальной палаты Бауржан Казбекович Касенов, эксперт Национальной палаты предпринимателей Булац Акенович Сайсенов и заместитель председателя правления акционерного общества лизинговой компании «Астана Финанс» Ербол Фермигалевич Уатханов. В первую очередь, позвольте поблагодарить вас за участие в нашем брифинге и Бауржан Казбекович, вам слово. Спасибо, здравствуйте. Я бы хотел на основных моментах остановиться. В каком плане? Все-таки Казахстан имеет свои отличительные особенности. Это то, что наше сельское хозяйство в довольно непростых природно-климатических условиях развивается. Это огромные расстояния, рискоконтинентальный климат, низкая плотность населения. Поэтому не всегда у нас экономическая составляющая превалирует над теми или иными задачами, которые необходимо решить. На первый план больше, наверное, выходят именно социально-экономические факторы. Предприниматели часто жалуются на бюрократические процедуры, на недостатки законодательного плана, регулирующие функции ряда ведомств. И с этой стороны интеграционные процессы становятся то индикаторами или же иногда выступают катализаторами внутренних изменений. Мы сравниваем наши реалии с порядком в странах наших соседей. В одних случаях видим наши преимущества, в других стараемся перенять более передовой опыт Белоруссии и России. В рамках Союза мы сейчас получили право выбора. Каждый бизнесмен имеет право регистрировать фирму, где ему удобнее, заниматься таможенным оформлением грузов один раз. Практически все правила, документы, которые сегодня разрабатываются, действуют в рамках трех государств. Но самое главное – это тот потенциал, который открывает новые возможности для наших бизнесменов. Для нас, например, очень выгодно было бы для бизнеса реализация того же самого зерна, муки, мяса, других видов продукции, которые у нас сегодня производят. То есть огромный рынок у нас открывается, вы возьмите Сибирь, начиная с Южной Сибири до Дальнего Востока, крайний север. Это тот рынок сбыта, где вот дальняя точка до Новосибирска, за Новосибирском уже пшеницы третьего класса с клейковины не могут вырастить. И это практически наш рынок. То же самое сосед наш – Китай. То есть объединяя усилия трех стран, мы, в принципе, можем работать, осваивать новые рынки, в том числе и внутренние. Кроме того, считаем правильным, что надо больше популяризировать потребление собственных продуктов. Кроме этого, выгоден общий объем благосостояния для крестьян, вот именно населения. Появляется производство новых видов продукции, внедрение инновационных технологий. В целом мы поддерживаем подписание договора в Евразийском экономическом союзе. При этом считаем, что надо руководствоваться принципом экономического прагматизма. То есть это, если к настоящему моменту видно, что какие-то положения базовых соглашений устарели и не соответствуют экономическим реальным реалиям, нерациональны по своему содержанию, их надо менять. При рациональном извешенном подходе сложности и разогласия будут успешно, в принципе, разрешены. Это процесс объединения не одного года. Сегодня, в принципе, основные моменты отработаны. Отработанные детали, я думаю, в процессе работы будут совершенствоваться. Спасибо. Большое спасибо. Позвольте передать слово Булату Сакиновичу, также по агро-промышленному конкурсу. Пожалуйста. Я приветствую вас. По итогам 2013 года в Казахстане доля малого и среднего бизнеса в структуре ВВП составила, по данным статистики, всего 17,3%. И мы надеемся, что интеграционные процессы в рамках таможенного союза будут способствовать дальнейшему развитию и увеличению доли малого и среднего бизнеса. Так, в частности, в рамках создания единого таможенного правила на сегодня имеется ряд соглашений, стимулирующих сотрудничество в рамках таможенного союза. Для торговли и перемещения грузов облегчена процедура выписывания ветеринарного сертификата для участников стран таможенного союза. Предприниматель может сегодня без ограничения перевозить груз, выписанный в одном из стран таможенного союза и пользоваться ветеринарным сертификатом во всех трех странах. Создана единая форма реестра организации ЛИС, осуществляющих производство, переработку и хранение подконтрольных в ветеринарной службе перемещаемых грузов на территорию одной из стран таможенного союза. Также установлен единый упрощенный порядок осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе. Сейчас предприниматель и бизнес может свободно перемещаться и во всяком случае во всех границах таможенного союза упрощенный проезд. Для предпринимателей также облегчена процедура взаимодействия в отношении регистрации ветеринарных препаратов. Что используем в целях профилактики и лечения сельхозживотных. Это означает, что создан единый реестр ветеринарных препаратов, который действует в рамках всех трех стран. Из всех стран таможенного союза на сегодня процедура регистрации ветеринарных препаратов в Казахстане наиболее приемлема и по цене, и по времени регистрации. И поэтому мы сейчас наблюдаем, что российские и белорусские предприниматели, члены таможенного союза, в большей части начали регистрировать в Казахстане препараты, производимые на их территории и также ввозимые в их территории из третьих стран. На сегодня Евразийская комиссия рассматривает проект вопроса о единой системе идентификации. Значит, регистрации и прослеживаемости сельхозживотных и продукции животного происхождения на территории государств ТС. И интеграционный процесс национальных информационных систем идентификации, регистрации и прослеживаемости сельхозживотных, продукции животного происхождения на основе применения единых стандартов и унифицированных подходов с определением первоочередных бизнес-процессов, в рамках которого должна быть обеспечена интеграция, что в конечном итоге приведет к улучшению бизнес-отношений и контролю передвижения подконтрольного товара. После принятия документа ожидается ускорение и углубление интеграционных процессов в торговле и сотрудничестве. Также в рамках интеграционных процентов есть некоторые вопросы, которые можно успешно решить совместно. Это, например, производство ветеринарных препаратов, вакцин, биологических препаратов, используемых для лечения, для профилактики сельхозживотных. На сегодня Казахстан примерно 95 и более процентов всех ветеринарных препаратов завозит из третьих стран, из стран Таможенного союза. Также в России и Беларуси велик ввоз данных препаратов. Поэтому производство можно вполне успешно организовать таких биозаводов в Казахстане. К примеру, можно примеру так привести, сейчас рассматриваться по агробизнесу 2020, в проекте было, что в Казахстане есть инвесторы, которые готовы производить ящерную, производство ящерной вакцины. Для поддержки предпринимателей необходима гарантия сбыта, помощь в реализации отечественных препаратов, биологических препаратов для сельхозживотных. Что благоприятно бы сказалось на развитии производства и эпизодической ситуации в целом, в отрасли АПК, в пространстве Таможенного союза. Также хочется заметить, что наши предприниматели предлагают к распространению в рамках ЕП и другие конкурентоспособные товары. Например, к нам обращаются предприниматели, которые на сегодня готовы производить транспондеры. Это средства для идентификации животных. Предприятие, производящее такого типа бирки, тем более, входит в ассоциацию организации социально-трудового реабилитации лиц с эффектом зрения НУР. К тому же, эти бирки зарегистрированы, значит, они уже готовы участвовать, тем более, что они зарегистрированы в международном сертификационном организации Айкар. Главное, что нужно отметить, что предприятие имеет производственные площади. На сегодня он готов производить в день, в сутки, получается, более двух тысяч бирок. И, как бы, к нам обращаясь с Национальной палаты, он просит просто, насколько мог бы участвовать в рамках Таможенного союза, значит, своей продукции. Кроме этого, вот в эту ассоциацию входят еще дополнительные две или три организации, которые также готовы, значит, участвовать. И их предложение, что в рамках Таможенного союза они готовы полностью обеспечить свои продукции, значит, на все поголовье. Такие мощности есть на сегодня уже. Значит, в рамках реализации проекта развития экспортного потенциала мяса, из учетом интеграционных процессов, принимаются меры совершенства единых правил ветеринарной и санитарной безопасности. Так, эти меры должны кардинально улучшить эпизодическую ситуацию, значительно снизить заболевания бруцеллезом, таверкулезом, ящером, чумосвеней и многими другими заболеваниями. Это привело, значит, к укреплению позиций малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве и в странах Таможенного союза. Спасибо. Вам большое спасибо. Уважаемые коллеги, мы переходим ко второй части нашего брифинга, непосредственно к вопросам. Пожалуйста, подходите, задавайте интересующие вас вопросы, представьте и первый вопрос. Да, мне зовут Горис Абишев, я хотел уточнить такой вопрос про экспорт мяса КРС. Говорилось об этом много, и президент давал поручение довести до 60 тысяч мраморного мяса и так далее. Говорили один срок, второй, третий, пятый, вот мы вкладываем здесь, здесь, здесь деньги, строим забойные площадки и так далее. Но, тем не менее, пока что массированного экспорта мы вроде бы и не видим, и какие усилия предлагаются, предполагаются, и насколько это мясо будет конкурентоспособно. И этот процесс активен в рамках евразийской интеграции. Болосикин, наверное, вопрос к вам, адресу. Хорошо. Данный проект, он, я считаю, что он успешно выполняется, потому что данный проект начал работать с 2011 года, и до 2016 года Казахстан должен, во всяком случае, 60 тысяч тонн экспортировать мясо КРС. Отраслевое министерство планирует, и в планах есть реальные факты. В прошлый год, например, они до тысячи тонн, значит, до тысячи, до 900 тонн примерно вывезли, значит, за пределы. Это уже, значит, пробные были вывозы и экспортировали Московскую область в Москву. А в последующем, значит, в этом году планируют более 15 тысяч тонн уже, значит, если отраслевое министерство ставит такие планы, значит, есть. И совместно с НУХК «Загра», я думаю, эти вопросы выполнимы, да. Ну, вообще-то, вопросы-то больше относятся к госорганам. Мы представляем, наверное, точку зрения самого бизнеса. Бизнес заинтересован, большая заинтересованность в развитии экспортного потенциала мяса КРС есть. Вы обратите внимание, по статистике за два года на 14% увеличилось количество крестьянских хозяйств. Это по программе СВАГА, где основное требование было для участия. В основном это личные подворья, которые изъявляли желание по этой программе участвовать. Очень успешная программа, и я надеюсь, она продолжение получит, где решаются несколько моментов. Это укропнение, объединение крестьянских хозяйств, переход на иной форму собственности, ну, соответственно, и деятельности, соответственно, и породное преобразование. Не секрет, что 70-80% скота держится у нас достаточно не, скажем, в хороших условиях. Это личные подворья, где практически отсутствует и научный подход к выращиванию, и сезонный характер. Сегодняшняя программа развития экспортного потенциала нами поддерживается в плане того, что эта задача более такая стратегическая, скажем, не сегодняшнего дня решения. Подход правильный. Скажем, в ближайшие 5-6 лет доля производства мяса и молока должна составлять, именно в специализированных хозяйствах, не менее 70-80%. Сегодня она, к сожалению, не более 20, но, тем не менее, задачи поставлены, по ней работают. Создаются племенные репродукторы, завозится импортный скот, получает развитие и племенное дело отечественное. И самое интересное, очень много бизнесменов даже с того же самого города. Вот простой пример я приведу. В Павлодаре молодой бизнесмен, Хайрат Даникер, крестьянское хозяйство, ресторатор, занимавшийся ресторанным бизнесом, уже второй год создал племенной репродуктор, взял кредит, завез импортный скот, взял и земли поливные, и вот сегодня строит откормоплощадку. Таких примеров в целом по Казахстану примерно достаточно. Это говорит о том, что если бы программа была неинтересной для бизнеса, бизнес просто не заставишь этим делом заниматься. Оно достаточно интересное, рынки сбыта. Вы прекрасно знаете, что буквально месяца два назад в Москву возили нашу продукцию, где хорошо была оценена и мясная продукция, и есть спрос. Я думаю, наши крестьяне это предложение обеспечат. Спасибо. Вам большое спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Представьтесь. Олег Крябченко. К работе в Российской экономической комиссии привлекли экспертов НПП, и хотелось бы узнать, что было ими сделано, вообще необходимость наличия их в этой комиссии, работе, и в чем мы можем видеть эффект в будущем. Большое спасибо. Эксперты НПП, они обязательно должны участвовать. Это точка зрения, которая представляет именно непосредственно от бизнеса. Это не собственные, там, хотелки того или иного представителя НПП, это консолидированные, основанные на опыте или тех возможных ошибках, с которыми мы можем столкнуться, мнение и видение бизнеса. То есть это своего рода защита тех интересов, которые мы должны предусмотреть в совместно разрабатывающих документах. Бонзакимович, желаете что-нибудь добавить? Пожалуйста, следующий вопрос. Представьте себе вопрос. Седьмой канал. Мой вопрос по Лату Сесенову. Вы заметили, что предпринимателям нужна поддержка при сбытии ветеринарных препаратов. Но также Вы сказали, что импорт в этом секторе составляет 95%. То есть, что Вы имели в виду? Спасибо. Микрофон. Микрофон. Да, вопрос интересный. По данному вопросу я Вам скажу, сегодня Казахстан как бы зависим от импорта. Именно по данному вопросу, потому что в период времени у нас исчезли все биологические заводы. Был крупнейший алматинский биокомбинат, который в свое время обеспечивал весь Советский Союз данными, некоторыми видами препаратов. И в связи с отсутствием плановых предприятий в свое время было все это уничтожено. Поэтому сейчас бизнес упорно идет на вложения и готов участвовать в проектах инвестиционных и строить тот или другой биозаводы. На сегодня есть примеры, я Вам скажу, уже обращались к нам в Наспалату несколько предпринимателей крупных, которые готовы инвестировать в строительство. Это Степногорск, это компания Биатрон, она уже у нас презентовалась. Готовы выпускать вакцины против ящера, готовы выпускать вирусные вакцины против бешенства, бактериальные препараты. И единственное, кроме этого еще на ЦНСХИ в Таразе готовы тоже участвовать в инвестиционном проекте строительство, значит, одновременно завода по производству как медицинских, так и ветеринарных препаратов, именно вакцин и бактериального и вирусного содержания. Значит, единственное, как бы, их желание, их просьба, чтобы государство в дальнейшем была поддержка не в том, чтобы их инвестировали в начале строительства, а именно в сбытие данного препарата. Потому что, построив данные, очень энергоемкие, очень затратные производства, потому что оно должно соответствовать стандартам GMP, GLP, это более чистые, значит, производства. Данный завод, данный товар, он должен, получается, востребован для местного, для местного сельского хозяйства. Поэтому основное, чего хотят бизнесмены, которые хотят инвестировать в данные проекты, это поддержки только в части, значит, закупа государственной поддержки. Я хотел бы добавить в этом плане. В рамках интеграционных процессов такие проекты интересны для нашего бизнеса с возможностью выхода на рынки России и Беларуси. Здесь нужны объемы. То есть в рамках Казахстана ограничено, скажем, количеством того или иного скота. Такие проекты реализовывать смысла нет. А если мы выходим, опять-таки, я повторяюсь, для нас рядом сибирский, российский регион, он огромен, большой, та же самая, скажем, да, и если мы в рамках наших совместных работ будем специализироваться, то есть какую-то часть выпуска тех или иных препаратов, имеющихся более, скажем, целесообразно производить здесь, мы, наверное, уже в дальнейшем отработаем, что-то будет у нас, что-то будет у них. То есть друг с другом конкурировать в таможенном союзе смысла нет. Мы к этому придем, мы об этом все прекрасно понимаем. И сегодняшние наши интеграционные процессы – это тот отрезок времени, который позволяет нам подготовиться государству в целом и нашим бизнесменам при вступлении в ВТО, где конкуренция будет гораздо жестче, я думаю. Поэтому на данном этапе необходимо все-таки объединение, консолидация своих усилий в развитии того или иного направления, где более приемлемо для нас, где-то более приемлемо будет для коллег. Просто мы определяемся, поймем, какие приоритеты, и с чем мы завтра войдем в таможенность. Не только в таможенную союз, но и в ВТО. А какие преимущества и в каких секторах имеют казахстанское сельское хозяйство? Ну, казахстанское сельское хозяйство не только в рамках таможенного союза, но и в ВТО, наверное. Все-таки наше – это исторически сложившееся производство высококлассного продовольственного зерна. Потенциал огромен, вы прекрасно знаете, что мы производим только в трех областях нашего Казахстана, Казахстана, Северный Казахстан, Кустанайская область, Ахмолинская. Практически 70-80% продовольственного зерна производится. Если в целом по объему брать, вот то же самое Россию и Беларусь, там, да, объемы большие, но продовольственного третьего класса, как правило, не более 30-40%. У нас почти 90-95%. Это климатические, географические наши особенности. Да, были у нас проблемы, и они сегодня существуют, это логистика. Большие расстояния до портов Черного моря, соответственно, мы здесь с Россией конкурирули при транспортировке. Интеграция нам позволяет вот эти моменты снять. Ничего нового придумывать не надо. В том же самом Советском Союзе наше казахстанское зерно расходилось по всем республикам и ценилось как улучшатель для местного зерна и пользовался огромным спросом. Опять-таки, я еще раз повторяюсь, для нас логистика вот рядом Сибирь и дальше вся Россия практически это тот рынок сбыток, который мы можем переориентироваться или где-то возмещать по аналогии. На Черноморских портах определенные объемы за Казахстан будет поставлять Россия со своих зерносеющих регионов. Соответственно, мы можем здесь перекрывать, обеспечивать те регионы, где недостаток именно в пшенице и в муке. Кроме этого, у нас огромный потенциал по развитию традиционного отгонного животноводства. 180 миллионов гектаров у нас только пастбищи на сегодняшний день. Государственные органы, в конкретности МСХ, сегодня разрабатывают программу по восстановлению пастбищ, по строительству колодцев. Вы знаете, что сегодня идет работа по внедрению правил инвестсубсидирования, где предусматривается возмещение затрат для бизнеса по многим программам от 20 до 80%. Если конкретно брать отгонное животноводство, пастбище, там инвестсубсидии прогнозируется, что будет возмещать до 80% от тех затрат, которые понесет бизнесмен. Это и мясо КРС наше, оно очень качественное. Мы знаем, что во всем мире сегодня есть в погоне за прибылью, то есть это и издержки современных технологий, где доля, скажем, химии в рационе, в содержании, очень высокое. В этом плане, может быть, наша некоторая отсталость сыграла нам на руку. То есть очень популярны именно натуральные продукты. У нас есть огромный потенциал по развитию овцеводства. В 90-е годы на территории Казахстана порядка 35-37 миллионов овец содержало, сегодня около 18 миллионов. Рынок сбыта, опять-таки, для нас есть. То же самое Иран просит, скажем, готов порядка 40 тысяч тонн ягнятины покупать. К сожалению, мы такие объемы в промышленном масштабе сегодня поставлять не можем. При этом мы прекрасно знаем, что наше традиционно отгонное животноводство при минимуме затрат, если сейчас будет более внимательное отношение со стороны государства. Бизнес готов идти на это. Себестоимость всегда у нас будет в этом плане ниже. Ну и, соответственно, с учетом тех требований, то есть к качеству, понятно, что вне конкуренции наша продукция в дальнейшем возможна. Ну, я другие отрасли не буду затрагивать. У нас, вот, например, если мы нетрадиционным, да, это индюшатина, да, вот на ЮКО Ордабасы занялись этим бизнесом, и он оказался достаточно успешным и востребованным. Он готов 100% сегодня всю продукцию поставлять только в один город Российской Федерации. Вот Москва готова. Один раз возили, убедились, и сегодня этот бизнес, я думаю, наберет обороты и получит дальнейшее свое развитие. Большое спасибо. Будут ли еще вопросы? Вопросов больше нет. Уважаемые коллеги, уважаемые гости, позвольте еще раз поблагодарить вас за участие. На этом брифинг наш подошел к концу. Всем спасибо. Всего доброго. Спасибо.